В этом году Пасха совпала с 1 мая. Впереди длинные выходные и, конечно же, маёвки в лесу. Какого петуха выбрать на холодец к пасхальному столу и во сколько обойдётся шашлык, об этом Алла Горбатенко. Мясной корпус зелёного рынка, как пчелиный улей. Бойкая торговля уже с 7 утра. Люди перед работой стараются заскочить на рынок, чтобы к праздникам закупить продукты. Мясо нужно и для пасхальных блюд, и на шашлыки. Впереди почти неделя выходных. На рынке, говорят, уже недели две, как увеличили завоз. Только свинины каждый день уходит по 80 туш. В пост брали почти на треть меньше. А вот как выглядит рейтинг покупательских предпочтений. Лидирующее место у нас занимает свинина, на втором месте говядина, и третье место занимает куриная продукция, в основном домашнего производства, это петухи и курочки. Ягнятина у нас один поставщик на сегодняшний день. Привозят до 10 тушек и всё в течение дня продают. Сколько обычно вы продаёте мяса в день? В день? По две туши. Часи? По 200 килограмм, да, в данный момент. До этого торговали намного меньше. До этого сколько вы могли продать? Килограмм 70-80. Купили сало и мясо немножко. На Пасху? Конечно, конечно. А какое мясо взяли? Говяжье. Цены как-то почувствовали, изменились? Не очень, не очень. Шумно, но не очень цены изменились. Всё нормально. Как вам цены на мясо? Ну, я считаю, более-менее приемлемые. Зато на молочку цены растут. Рёбрышки, костица и биток по 70, мякоть 75, филейка 85 рублей. Цены на свинину действительно остались на прежнем уровне. Косточки на борщ даже подешевели. Были 25, сейчас 18-20. На Пасху и маёвку борщ особо не варят. А это телятина. Она всегда была дороже свинины. Мякоть 90-95 рублей. А изменилась как-то цена в связи с праздником? Только на руль, кушею и крючки. Что сейчас больше всего идёт? А сколько они стоили до праздника? 70. Сейчас? 75 идёт цена. Перекрываем кости, потому что в праздник они никому не нужны. Перед Пасхой всегда спрос на домашнюю продукцию. Куры идут на бульоны заму, петушки на холодец. Оказывается, это ещё та наука выбрать правильную птицу. Есть петух попроще, а есть петух такой серьёзный. А из какого петуха холодец вкуснее? Ну, когда постарше петух, годичный, больше года немножечко. Кормленный одной кукурузой, вольный. Поэтому такие холодцы вкуснее. У Людмилы Петровны из Паркан к обеду на прилавке почти ничего не осталось. С утра даже очередь была. По чём корочки сегодня? Корочки 75, кролики по 100 рублей килограмм. Как уходится, они торговали в такие дни, по такой сейчас торгуем. Какое мясо чаще всего покупатели спрашивают? Чаще всего кролик. Кролик. Диетическое мясо. Детям берут диетическое мясо. На пасхальный стол? И на пасхальный стол. И кролик требуют. Люди берут кролики. Самая высокая цена на домашние колбасы и копчёности – 160-180 рублей за кило. Но даже на такой продукт свой покупатель есть. Традиция у нас такая – на главный православный праздник всегда накрывать щедрый стол. Алла Горбатенко, Александр Зелинский, ТСВ.